Братья и сестры, здравствуйте. Совсем недавно действующий понтифик Франциск выступил с такой вот темой, что для него семейное бытовое насилие является неким аналогом сатанизма. То есть этого много, там бьют беззащитных, там прочее, прочее. И вот это надо что-то с этим делать такое. Меня, конечно, это крайне удивляет, потому что понтифик вообще прославился нынешний, нынешний действующий какими-то леволиберальными какими-то штуками. На самом деле проблема ведь не в этом в Европе. Вот Бенедикт, оставивший престол, вот тот, например, говорит о том, что проблема Европы является то, что Иисус Христос исчез из общественного пространства, просто исчез. И Папа ничего не сказал, например, про то, что предлагается в Европарламенте убрать название Рождества и прекратить поздравлять друг друга с Рождеством Иисуса, бессемянным Рождеством Иисуса от Марии. Вообще Мария, Иосиф, Иисус, эти имена должны не поминаться. Об этом Папа вообще молчит, как в рот воды набрал. Вот эти либеральные Папы, это какая-то жуть какая-то. Ну а тут в эту тему, значит, ЕСПЧ, Европейское суд по правам человека, на такой довольно строгой форме, такой пальчиком грозя, так сказать, требуют от России, чтобы мы гуманизировали свои отношения социальные вот в плане семьи и семейно-бытового насилия, и чтобы мы, так сказать, какие-то сдвиги очевидные сделали в законодательстве, в массовой общественной психологии и прочее. Что вам сказать? Тимео донаос и дона ферендес, как бы. Бойтесь донайцев дары приносящих. Европейцы негуманнее нас и недобрее нас, и наплевать им на всех на самом деле, и на детей своих и наших. Если бы нет, то запретили бы аборты, там, и многое другое бы еще сделали. И наплевать им на женщин, как бы, своих и наших. А если бы нет, была бы совершенно другая политика, внутренняя и внешняя. Они имеют куда-то свой интерес, залезть туда, куда их не просят. И выделение семейно-бытового насилия в некую отдельно правовую юридическую категорию, это страшная вообще вещь. У нас насилия много, например, существует насилие на дорогах. Пусть столкнется на ваших глазах какой-нибудь БМВ, например, с каким-нибудь Майбахом, и выскочат два каких-нибудь моллюска, значит, начнут убивать друг друга всем, что под руки попадется. И вполне возможно, у кого-то будет из них травмата, у кого-то палка или бита, как бы. И вот там будет дорожное насилие. Да люди за свои машины поцарапанные готовы убить человека. А вы выделяете какую-то специальную какую-нибудь такую тему? Дорожно-бытовое насилие? Нет. А в школах, например, буллинг, троллинг-буллинг, когда девочки и мальчики безразличия полов и возрастов, сатанёныши, значит, когда они нападают на одного какого-нибудь слабого своего одноклассника, значит, снимают на телефоны, там, макают его головой в туалет, там, готовы с ним сделать всё, что хочешь. Всё, что хочешь, вплоть до самых каких-нибудь зверско-половых извращённых каких-нибудь действий, да? Это всё их доставляет им радость, злую радость насилия. Ну, у нас есть какая-нибудь статья специальная, вот, как бы, вот по этим вещам, как бы мы это выделяем, такой целый корпус статей, там, в кодексе, там, вот по этому. Нет, это просто насилие, это насилие. Причём они малолетки, им всё прощается, пока не достигнут определённого возраста. Ну, и так далее. Насилие существует в армии, как бы, у нас прокуратура военная занимается, там, всякими дедовщинами, тем, всем, неуставными отношениями, как бы, ну, так, чтобы, например, ЕС, это вообще не интересует, ЕС, ПЧ. Их вообще-то не дадут до лампочки, это там. И там то, что водой поливают, там, этих, там, каких-то, и сирийцев на границе, да тоже им наплевать, и на сирийцев, и на воду, и на поляков, и на белорусов. И вообще на всё наплевать, им нужно залезть туда, куда тебя не просят. Кто-кто, значит, в теремочке живёт, говорит, а можно я туда, к вам, как бы, значит, залезет, понимаешь, и поломает весь теремок. Это попытка залезть в семью, ну, что тут непонятного? Драться не надо, можно решить без драки любой вопрос, если ума хватит, как бы, если слово будет сильным, если позиция нравственная будет твёрдая. Ну, кроме того, существуют ещё разные и другие виды насилия, кроме физического. Существует психологическое насилие, в котором есть такие специалисты, мастера доводить до белого коленя человека, значит, такое, вплоть до самоубийства, что здесь вообще непонятно, что лучше, дать по морде, как бы, значит, или вот год за годом, месяц за месяцем, как бы, выесть тебе, выклевать себе все мозги по капле, как бы. Это надо ещё подумать, что здесь страшнее. Существует психологическое насилие, существует. Значит, можно просто держать на голодном пакете человека на поводке, он от тебя зависит, как бы, а ты его, как бы, держишь, как бы, за каждую копейку заставляешь в ножки кланяться. Существует разных, много видов разного насилия. Но всё это не требует какого-то выделения в одну категорию, чтобы над семьёй надзирали. Не нужна семья. Семья – это самый консервативный оплот мира. Это некая такая дамба, такая, сдерживающая всемирное наводнение. И покуда семья есть, покуда человеку интересно, что скажет папа, покуда он боится, значит, что мама будет плакать от его поступков, покуда он знает, что у него есть братья и сёстры, которые там или поддержат его в беде, или осудят его за неправильное поведение. Да коли все эти интегральные, сложно сочинённые связи переплетают наше общество, да то ли мы будем жить дальше. То есть система тем устойчивее, чем сложнее. А чем проще система, один отдельно взятый, никому не нужный, значит, мощный человечек такой, значит, всё право которого на жизнь определяется только раз в четыре года кинуть в урну бумажку, как бы. Вот ты избиратель, ты потребитель. Это тот отдельно взятый такой-то, условно говоря, европеец, как бы, без семьи, без совести, без веры, без памяти, без исторических знаний, без нравственных корней, без устремлённости в будущую жизнь, без ничего. Такой голый маленький человечек, который, моргая, смотрит на звезду, как писал Фукуяма, такой последний человек. Вот. У него нет мысли о прошлом и нет желания будущего. Он смотрит, моргая, слезящимися глазками на звезду и не знает, кто её зажёг. Такой вырожденцы. Такие вырожденцы безмозглые, бессовестные вырожденцы. Надо же ещё с балкона святого Петра оттуда, откуда должно греметь в Евангелие во весь мир. Пока эти себя приблизило в Царство Небесное, должен папа орать на всех языках, благо он их много знает. Нет, он там подсюсюкивает журналистам про то, что вот это, вот это, вот это. А у него просто выгоняют пинками Рождество из европейского дома. Нету Рождества больше в Европе. Ещё 2-3 года его не будет вообще. Там будет где-то по подвалам прятаться христиане, чтобы отпраздновать Святое Рождество Господа Иисуса. И он молчит об этом. Глянь-ка ты, раздухарился, понимаешь, кричит с балкона про семейное бытовое насилие. А папа Варфоломей кричит про экологию. Зелёный патриарх так называемый. Его экологию страшно интересует. Много пластика, много нефтяных пятен, как бы, значит, большие озоновые дыры. Церковь рушит человек собственными руками и переживает про зелёную экологию. Короче, вот такой какой-то дурной мир такой. Этот безумный-безумный-безумный мир. Ну, нам жить, этот воздух степной пить и по звёздным морям плыть и бессмертными быть. Мы знаем, что мы делаем, и мы знаем, от кого мы защищаемся. И знаем, что мы храним. Семья – это малая церковь. Это не ячейка общества, это малая церковь. Это выше, чем государство и больше, чем государство. Это корень жизни на земле. И райское происхождение семья имеет. Она в раю началась ещё. В общем, руки прочь от семьи. Занимайтесь чем хотите, а в семью не лезьте. Я так считаю. До свидания.